Это просто новая информационная технология, которая входит в нашу жизнь, и о ней узнают все больше и большее количество людей. И узнают ее на уровне брендирования, на уровне просто слова. Конечно же, большая часть людей не будет разбираться в том, как это все устроено и как это все работает. Примерно точно так же, как сотовая связь. 20 лет назад у нас не было такого словосочетания сотовая связь. Если я спрошу вас, а кто знает, как сотовая связь работает в сидящем зале? Поднимите руку. Три человека. А у кого есть сотовый телефон? Вот это ответ на вопрос, почему в нашу жизнь войдет блокчейн. И что это такое? Блокчейн — это система, которая позволяет впервые за всю историю человечества автоматизировать знания людей и взаимосвязь между ними. Автоматизировать таким образом, что это абсолютно доверенная среда, которая не терпит изменений в подлогах. И это очень важно. И не зависит ни от кого. И не зависит ни от чьей воли. Не от чьей воли, не зависит совершенно верно ни от кого, кроме самих участников. Другими словами, любой реестр, любая информация, любое договорное право, занесенное один раз в эту цепочку, будет являться истинной. И о ней будут знать все, кто участвует в этой системе. Это говорит о том, что у нас переворачивается система взаимодействия бизнеса и потребителя. Гражданина и государства. Гражданина и гражданина. — На конкретных примерах. — Да, на конкретных примерах. — Есть Росреестр, ведет государство. — Это как раз очень актуальная тема, потому что наверняка у каждого есть хоть один объект недвижимости. У большинства из вас есть объект недвижимости коммерческий. Вы еще платите с него налоги. И у вас есть регистратор в виде государства, который этот реестр ведет. И когда вы кому-либо что-либо хотите продать, то это огромное количество, огромное количество участников в этом процессе. Технологии блокчейн, информация о вашей недвижимости находится у всех и каждого в его кармане. И для того, чтобы изменить статус недвижимости, другими словами, купить-продать, вам всего лишь навсего нужно обменяться этой монеткой, этой записью, которая ассоциирована в цепочке блокчейна с этим объектом недвижимости. Может быть, это звучит несколько странновато и не совсем понятно на первый взгляд? Вся сеть, не государство ведет реестр, а сама сеть ведет реестр. То есть, везде на каждом компьютере есть информация, которая в системе, о том, что у вас есть. В результате, тот блок, который записан как ваша недвижимость, он гарантируется сетью, что его нельзя изменить. Никакие нотариусы, никто не... Та информация, которая там есть, ее изменить нельзя без вашего участия. Поэтому это стопроцентная гарантия и это сеть, которая намного надежнее, чем государственная сеть. Гарантии ваших прав собственности. На сегодняшний день очень много стран, которые уже пошли по пути внедрения этих технологий в свою систему управления, не только прав на движимое и недвижимое имущество, но и взаимодействия в предпринимательской среде. Когда это взаимодействие начинает происходить, то у вас уменьшаются радикальным образом транзакционные издержки и на передвижение капитала, и соответственно на изменение самих записей. И как ни странно, у вас радикально уменьшается сопутствующий государственный аппарат. Ну то есть чиновники, они становятся ненужны, они выпадают из экономической цепочки. У них нет экономической целесообразности. Поэтому эта технология, она очень бурно и качественно шагает по планете. Самые известные из них это биткоин, эфириум и прочие другие монеты. Криптовалюты. Повторюсь, что криптовалюта это побочный эффект технологии. Это не основная ее суть. Основная суть это перенос знаний. А перенос знаний, он похож знаете на что? Я многократно привожу этот пример. Возьмите деревню, обычную российскую деревню, недалеко от Владимира, 200 лет назад. В этой деревне из государственных управленцев только поп и кузнец. И больше никого нет. Никаких других органов власти в ней не присутствует. Однако никто ни у кого не ворует, ничего не делает. Все знают, чей дом, чья жена, чья корова и тому подобное. Это забор должен стоять между ним. И чей участок. Это общее коллективное знание, знание социума. Соответственно, если вы придете в эту деревню, то вы сначала ничего не знаете. Но через определенное время вы узнаете все то же самое, что знает любой житель этой деревни. И у вас будет то же самое знание. Вот блокчейн – это ровно то же самое, но только делает это за вас ваше устройство, ваш телефон, ваш компьютер. Просто еще кто-то из деревенских мог что-то забыть и посчитать, что забор стоит не там. И возникает спор. Да. А здесь это уже знание, точно заведенное для всеми, поддерживаемое в единой системе. И никто изменить, ни государство не может мешаться, никто не может мешаться в это знание. Это важный, важный очень элемент. Поэтому, если мы говорим о том, что у нас в стране коррупция, которая мешает вести бизнес, которая мешает экономическому росту, с которой нужно бороться, то наш ответ – нет смысла бороться внутри системы с тем, что будет реплицировано внутри самой системы. Нужно построить новую систему. И блокчейн – одна из тех методик, которая позволяет сделать новую систему взаимодействия нас с вами, в первую очередь предпринимателей, потому что вся экономика крутится вокруг предпринимателей, и только после этого вокруг граждан. Социальные эффекты направлены на граждан, а экономика страны на предпринимателей. И, соответственно, изменив это, мы изменим само взаимодействие бизнеса и власти. И в данном случае набор проверок, набор требований в большинстве своем несуразном, набор законодательных инициатив, которые так или иначе мешают вести бизнес, он будет терпеть крах, поскольку экономическая активность будет переходить в другую реальность, которая не подвластна государственному управлению в том формате, в котором она существует сегодня. Невозможно эти новые инструменты приобщить к той несовершенной структуре, которая находится у нас сегодня. И есть у нас идея как раз начать менять мир вокруг нас именно с этой стороны.